Кажется, что о Солочинском мосту все уже сказано. Да, идет ремонт и да, трудится усердно. Вот только водители, конечно же, хотят видеть результат. Одна из самых главных новостей это то, что в скором времени изменится движение по Солочинскому мосту. Связано это с тем, что работы на правой половине моста подходят к концу. Мы планируем где-то к 20 августа перенаправить движение. То есть мы открываем вот половину вот этой части, половину, перенастраиваем там движение, перестраиваем. То есть вот эту половину, половину открываем для того, чтобы на той стороне начать замену деформационных швов. Те, которые на этой стороне уже поменены, мы их начинаем менять там. По словам Андрея Савичева, 10 августа поступят деформационные швы, а после начнутся работы на другой половине. Правда, автомобильный путь будет не прямой. Сделано это будет для ускорения ремонта. Одновременно установят деформационные швы на одной стороне и нанесут полимерное покрытие на другой. Подобное полимерное покрытие для Рязани в новинку, однако в стране его уже применяли неоднократно. Дело в том, что класть асфальтный бетон нельзя, это увеличит нагрузку, и в процессе фрезерования можно будет повредить несущие конструкции. Поэтому и было принято решение применить новый полимер. Вот только есть с ним одна проблема – это погодные условия, в дождь его укладывать нельзя. Всего необходимо покрыть новым полимером 12 тысяч кубических километров. По расчетам Андрея Савичева, одна бригада в смену нанесет 250 квадратов. Планируется, что трудиться будут три бригады одновременно. Прогнозируемый результат – 750 квадратных метров в день. Мост через Аку не ремонтировали 46 лет. В 2010 году проводился только ямочный ремонт. Но, по словам Андрея Савичева, конструкция ежегодно приходила в негодность. В 2018, когда начали ремонт, то увидели изношенный бетон и голую арматуру. Решение о реконструкции откладывать было нельзя. Один из самых главных вопросов – это альтернативный путь объезда. Мы сразу заявили о том, что соорудить понтонный мост в этой части Аки – это просто нереально. Потому что все-таки понтонные мосты – это объект, который в том числе и поднадзорный определенным структурам. И, конечно, мы его не смогли обеспечить ту безопасность проезда по понтонному мосту, которая требуется от нас. А, к сожалению, другого объезда, ну, знаете, да, у нас всего через Аку два моста – это в Касимове и в Рязани. Да, стратегическим планом развития Рязанской области предусматривается строительство моста. Ну, это, наверное, в перспективе. В какой – не могу сказать. Сейчас взгляды, наверное, всех горожан прикованы к текущим ремонтным работам на Солочинском мосту. И самое главное – это знать, успеют ли рабочие закончить к обещанному 1 ноября. Андрей Савичев честно ответил, что в настоящий момент бригады немного отстают от графика. Однако за этим пристально следят. На правой половине моста рабочие столкнулись с небольшими трудностями. Например, нельзя было заказывать новые деформационные швы, не узнав точный их размер. Это единственная трудность, с которой столкнулись рабочие. На второй половине моста будут проходить те же самые работы. Заменены три деформационных шва, которые в настоящий момент уже заказаны, и 10 августа будут на месте. А также замена асфальтового покрытия и нанесение полимерного состава на бетон. Срок службы нового покрытия – около 10 лет при должном уходе. Вопрос только в том, как будет осуществляться сам уход и не повлечет ли он за собой новый транспортный коллапс. Это уже не такие работы. Мы будем, допустим, там, где у нас асфальтовое покрытие, мы будем просто-напросто делать поверхностную обработку специальную. Где у нас полимер, мы точно так же, о чем я сказал, будем делать именно обработку поверхности самой. Не залезая вовнутрь самого покрытия, а именно только поверхностную обработку, та, которая максимально изнашивается от колес автомобиля. В настоящий момент рабочие наносят один из слоев нового полимера. Вот только из-за погодных условий продолжать работу на бетонном покрытии нельзя. Придется ждать, пока оно высохнет, и продолжать дальше. На начало августа, по словам Андрея Савичева, выполнено чуть больше 80% работ на правой половине моста. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».